Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором развиваем инвесторское мышление и говорим, куда инвестировать в эти непростые времена. Сегодня хотелось бы посвятить видео Ораку и Замахи, Уоррену Баффету, потому что многое приводит его в пример, что один из самых успешных инвесторов. Поговорить о вещах, может быть, известных всем и очевидных, на чем фокусировался Уоррен Баффет, что для него и для его партнера является ключевым при выборе акций. А второе, рассказать о вещах, которые знают единицы, но при этом эти вещи присутствуют в его деятельности. Большинство не знает, но успех, который он получил, успех Бершер Хэдвей, во многом зависит именно от этого фактора, который многие не учитывают. И в этом случае, если вы хотите или повторить путь Баффета, или хотите стать Баффетом, или просто вы для себя используете опыт успешных инвесторов, на чем вы должны еще фокусироваться, помимо фундаментального анализа, в своей жизни для того, чтобы быть успешным инвестором. Смотрите данное видео обязательно до конца, если вам интересны ответы на данные вопросы. Итак, первое, за что хвалят Баффета, у Баффета хрестоматийный пример, что фонд Бершер Хэдвей, который был создан, то есть это была текстильная фабрика, убыточная фабрика, происходило большое количество реорганизаций, был создан так называемый взаимный фонд, управляющая компания, холдинг целый Бершер, который позволил людям, которые в 60-х годах вложили 10 тысяч долларов, превратить каждые 10 тысяч долларов вложенные в 2 миллиона долларов в 2025 году, то есть за 40 лет сейчас и того больше. И в чем заключается успех? Что для Баффета всегда являлось ключевым получение инвестиционного дохода. То есть вот в этом видео мы говорили разницу между спекулятивным и инвестиционным доходом, то доход, который выражается в изменении цены актива, купили по рубль, продали по два, это спекулятивный доход. И спекулятивный доход определяется балансом спроса и предложения, то есть если желающих купить этот актив много, то, соответственно, цена на актив растет, если мало, то цена на актив падает. В своей молодости Баффет очень любил подход Бенджамина Грэма, любил фундаментальный анализ и показал, что это непосредственно работает. То есть он покупал бизнесы. То есть смотрите, первое, что хочется сказать, смотрите всегда на то, что вы покупаете. Вы покупаете не какой-то тикер отдельной акции. Это не сопоставимо, ну то есть не надо соотносить, что у вас есть хольцо-рулетки, да, и вы на какую-то цифру ставите, чтобы выиграть. Нет. За каждым тикером стоит бизнес, стоят финансовые показатели. К какой эпохе относится компания, агропромышленной эпохи, индустриальной, постиндустриальной эпохи. С какой маржинальностью работает компания, как растет выручка, как растут рынки у компании, как стоит ее бренд, ее имя, узнаваемость, сколько она выплачивает дивидендов, есть ли потенциал роста. То есть это некие фундаментальные вещи, которые мы разбираем, в том числе готовим для вас мастер-класс Вячеслава, где он как раз покажет, на какие параметры стоит обращать внимание. Потому что всегда Баффет, совершая сделку, у него есть четкий, понятный ответ на вопрос, зачем он это делает. То есть что за бизнес он покупает, с какой маржинальностью этот бизнес работает, почему сейчас он стоит дешево, то есть это просто какое-то разовое событие, которое в моменте негативно влияет на компанию, или это все-таки тренд, и тогда он избавляется от компании, и какой денежный поток эта компания в конечном счете ему принесет. Есть замечательное выступление между акционерами Бершир и Хэдвей, когда он приводит пример, по какой цене он покупал Американ Экспресс, Кока-Колу покупал, Макдональдс, сколько эти компании принесли ему просто денежной прибыли, денежной прибыли в форме дивидендов, которые позволили ему реинвестировать. Отсюда, соответственно, вытекает второй успех Баффета, что он заработал деньги не столько за счет того, что он купил по рублю, а продал из по два, сколько постоянным денежным потоком. То есть успех Баффета, когда ему говорят о том, что он переигрывает рынок, обусловлен не тем, что он покупает более эффективные компании, что он вовремя продает какие-то компании, а в том, что он покупает компании, у которых дивидендный поток, денежный поток, который генерирует компании, больше, чем денежный поток широкого рынка. То есть условно, если вы купите все акции, которые входят в индекс S&P 500, являясь индексным инвестором, то в этом случае вы должны понимать, что вы получаете дивидендную доходность рыночную на уровне рынка. Здесь будут и компании роста, и компании стоимости. Какие-то не будут платить дивиденды, какие-то будут платить щедрые дивиденды. И в этом случае получается, что у вас компании, которые выплачивают дивиденды, они размываются еще на компании, которые не выплачивают дивиденды, но могут вырасти в цене. Баффет как раз-таки формирует свой портфель, для него является ключевым денежный поток. В принципе, по выручке, в принципе, по прибыли и сколько дивидендов компания направляет. То есть какая доля чистой прибыли направляется на выплату дивидендов. Когда он приобретает контроль над компанией, то он тоже настаивает на том, чтобы вы выплачивали с дивиденды, хотя сам в Berkshire Hedway дивиденды не выплачивают. То есть все дивиденды реинвестируются. И вот это вот большой успех, который нужно понимать и осознавать. Успех Баффета заключается не в том, опять-таки, что он растет лучше рынка. Успех Баффета заключается в том, что он падает меньше рынка. И падает он меньше рынка просто за счет того, что когда акции, которые у него в портфеле есть, он их удерживает на падение, но в этот же период на эти акции приходят дивиденды. И на полученные дивиденды он снова покупает акции. И поэтому у него получается бета меньше рынка, а доходность выше. И когда рынок восстанавливается с учетом уже полученных дивидендов, у него, соответственно, более высокая прибыль. Ну, в продолжении данной истории является то, что у Berkshire Hedway есть, соответственно, страховое подразделение. То есть это одно из крупнейших страховых компаний Соединенных Штатов Америки. И здесь успех, опять-таки, всего холдинга зависит от этой страховой компании. Потому что политика, которая была выработана, это страхование жизни. А что такое страхование жизни? Это длительные контракты от 20 лет. Это постоянный денежный поток, который платят взносы страховые люди по страховым программам. То есть, получается, помимо того, что он и так владел акциями и получал дивиденды, у него еще и был постоянный ежегодный денежный поток от страховых платежей. То есть, когда люди страховали свою собственную жизнь долгосрочно, и он получал эти страховые платежи, которые позволяли ему инвестировать в выбранные непосредственно им компании. То есть, у него всегда был денежный поток, который позволяет обыгрывать рынок. Потому что, когда акции падают, у него есть на что купить. Когда акции растут, он все равно увеличивает долю владения не за счет собственных средств, а за счет денег, которые он получает в форме дивидендов. И если вы хотите иметь ситуацию, при которой вы хотите обыгрывать рынок, нужно принять тот факт, что вы не должны показывать себе долгосрочную доходность выше рыночной. То есть, выбирать какие-то отдельно взятые компании. Вы должны выбирать компании, отдельно взятые, с прогнозируемым денежным потоком. Понимать, каков этот денежный поток может быть в будущем, и как в итоге это скажется на вашем инвестиционном портфеле. Именно по этому принципу строится проект «Миллион за восемь». Недавно провел большой отчет за первый квартал. Рассказываю на бесплатном мастер-классе, каким образом это работает, каким образом получается обыгрывать рынок уже с 2018 года. Для вашего понимания, с 2018 года каждый месяц совершаются сделки-покупки. За все время было сделано только две сделки-продажи. Одну продажу я сделал акцию, которая просто дилистинговалась с биржи. Второе – это то, что мы поменяли акции «Русала». То есть, покупали в депозитарных расписках, потом продали в депозитарных расписках и купили в локальных. Еще раз, с 2018 года, с октября месяца, только покупки и никаких продаж. То есть, стремление обыграть рынок, как такового, не ставится самой целью. Но при этом доходность превосходит рыночную доходность, несмотря на то, что в портфеле на 15% присутствует золото. То есть, мы получаем доходность выше рыночной, при этом портфель из акций только 85%, 15% стабилизирующий портфель в форме золота. Как это работает? На бесплатном мастер-классе, ссылка внизу под данным видео. Проходите, узнавайте. Кто-то захочет присоединиться и точно так же, как и я, создавать портфель в миллион долларов для себя самого на пенсию или для своих собственных детей. Что ж, на этом у меня все. Если вам понравилось видео, если есть что добавить по золоту, какие вы еще видите для себя преимущества и недостатки данного инструмента, обязательно оставляйте комментарии, они очень ценно для нас. Я же на этом заканчиваю. Пока-пока.